Как только вы понимаете, что это не задача о раскрасках, это задача о системах линейного уравнения, то вы сразу можете, что называется, включить вот этот механизм того, как решаются системы уравнений, и вы сразу получаете возможность искать раскраски, и даже важно, нет, вы сразу получаете возможность нужно доказать, что такая раскраска обязательно существует. Смотрите, в чем была проблема первоначальности Теяковича. Он рисует какую-то графу, придумывает раскраску. Рисует другой графу, придумывает раскраску. Рисует третий граф, выясняется, что там несколько способов раскраски. Рисует еще один граф, там опять несколько способов раскраски. И дальше вопрос, а сколько их, а главное, почему хотя бы один способ обязательно существует. Так вот, количество способов раскраски обязательно степень двойки, и раскраска обязательно существует. Заметьте, то, что это степень двойки, на самом деле я уже сейчас доказал. Для тех, кто не понял, объясню это доказательство еще раз. Я доказал, что решения, если они есть, то это обязательно степень двойки. Объясняю почему. Все поняли, как задача про любой граф сводится к системе уравнений. Поняли? На каждую вершину навешиваем неизвестную. Для каждой вершины выписываем уравнение. Уравнение очень простое. Для каждой вершины в него входит эта вершина и те, с которыми она соединена. И пишем, что их сумма нечетная. То есть сумма сравнима с единицей по-моему, выплат. Дальше, когда у нас есть система уравнений, мы ее решаем методом последовательного исключения неизвестного. Вот так вот я здесь для конкретного. Но дело не в этом. Когда вы решаете любую систему уравнений, у вас или в какой-то момент получится противоречие, то есть из системы вы получите такое равенство. 0 равен 3. Ну и все. Значит, у системы вообще нет решения. Или вы не получите противоречие. А вы получите примерно такую штуку. И будет какая-то свободная неизвестная. Или не будет. Или будет несколько свободных неизвестных. Вот, господа, если у вас не будет свободных предметов, то у системы единственное решение. Если у вас одна свободная неизвестная, то она может принимать значение 0 или 1. Если две свободных неизвестных, то значение 0, 1. Одна принимает, 0, 1 другая. Так что будет всего 4 предметов. Если у вас н свободных неизвестных, то каждая из них принимает значение 0, 1. И значит, всего будет 2 в степени н раскрасывания. Сейчас, перед тем, как доказывать теорему, о том, что решения всегда существуют, давайте я все-таки покажу еще один конкретный пример. А именно, я возьму вот этот наш кубик, и мы все-таки выясним, а сколько раскрасов кубика.